доброго здоровьица уважаемые посетители канала пришло вот такое письмо кратенько отвечу и побегу футбол смотреть здравствуйте петрович меня зовут сердж с вашими книгами знаком с 1998 года подписан на ваш youtube канал с 18 года кого когда у вас еще было 3000 подписчиков мне нравится ваш подход к зошу благодарю пробовал кое-что сбрасывал вес но так пока ничего не изменилось вы знаете пробовал кое-что сбрасывал вес это говорит о том что нету целенаправленного и постоянного подхода то есть для того чтобы результат был для этого необходимо организовать свою жизнь дисциплинировать самого себя самодисциплина это самое сложное вы знаете вот образ жизни изменить так чтобы что-то то что вы сделали сбрасывая вес вам не мешало что потом его бросили все и опять набрали то есть самодисциплина и организация своей жизни так кратко изложу проблему заключается она в том что в незнакомой ситуации в незнакомом месте конечно где есть люди у меня возникает сильное волнение а вы найти как поступайте вот тут сразу рекомендация вот вы собираетесь идти в какое-то незнакомое место вы заранее 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 уже мысленно побывайте в этом месте буквально таки мысленно пройдите от своего дома к этому месту как бы сказать осмотритесь мысленно примерно подумайте какие могут быть ситуации и как в них действовать и мысленно же вернитесь домой это очень хорошая вещь поэтому любой повод в незнакомое новое место например больницу полицию военкомат налоговую и так далее хоть куда и даже звонок по телефону у меня вызывает чувство тревоги и начинаю сильно волноваться появляется сильное сердцебиение приливает кровь к щекам в армию из-за этого не ходил я стал замкнутым так вот для того чтобы а разомкнуться вам необходимо вот прежде всего представить ту ситуацию вот от чего у вас может возникнуть тревога и вот эту себя ситуацию значит вы представляете и как бы сказать проигрываете мысленно что тревога у вас возникает от этой ситуации вы ее прорабатываете в различные варианты вот и выбираете из себя наиболее приемлемый я зашлюсь на свой пример значит у меня гараж машина у меня большая 5 метров и когда напротив гаража ставят другую машину я просто-напросто не могу выйти или если я и выезжаю то с большими затруднениями и это меня также напрягало вот стоит машина один там человек вот что-то ему приезжал к своему там знакомому и вот он бросал машину как раз считая как бы сказать вот что вот это место для него подходит напротив моего гаража я рассказал два сказал там триста там сказал вот это все забурлило что там драться и так далее так далее так далее так далее но вот есть такая вещь как смирение найти внутри меня все бурлило все вот это как ох еще придет и этот поговорю да я с соседом вот такие вот мысли и как это ситуация прорабатывается для себя я значит себе дал такую установку если будет стоять машина я спокойно ее объеду если есть возможность если нету возможности я объеду сделаю круг с другой стороны и только если я вообще не 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 объеду никак я тогда опять по двух соседу скажу вот так вот так вот атаковать вот так вот атаковать вот так то есть ни в коем случае не идти на знаете вот это вот на то что То есть на агрессивный Как бы сказать На агрессивный контакт Ни в коем случае не идти Хотя тебя так и толкает То есть проработать Вот эту вещь и кстати вот такие вот Ситуации то есть жизнь Является нашим учителем Такие вот ситуации и заставляют Нас менять свой собственный характер Менять свое отношение И знаете не просто вот Как бы сказать как ребенок Вот так вот я тут буду действовать А обойти ситуацию И знаете как только я Вот это для себя решил Что я буду действовать вот так вот Знаете у меня внутри спало Какое-то напряжение Какое-то волнение Какая-то неуверенность Вот это интересный феномен Я решил действовать так и все И значит вот это вот психическое построение Что я буду делать Что я как там буду делать Она распалась То есть я задал себе программу Вот такого вот Программируйте себя Это очень хорошее качество Дома в знакомой обстановке Я спокоен Ну вот хорошо Чтобы А вот знакомая обстановка Так вы Незнакомую обстановку Вот Если у вас такая проблема Вы заранее Проигрывайте Так Что Чтобы она вам стала знакома Итак Прошли дальше Чтобы как-то расслабиться Я стал употреблять алкоголь Расслабиться Я стал употреблять алкоголь Вот это знаете Самое простое Вместо того Чтобы Решить проблему И вообще Вот это вот Мысленное напряжение От того Что вы там В незнакомом месте У вас Мысленное напряжение Так вот вы Вместо того Чтобы решить эту проблему Значит Ага Я просто ее Отодвину алкоголем Ну не Это не тот путь Это надо Напиться До Поростячего Виза Чтобы просто Упать и забыться А потом Вы опять Сталкиваетесь с этим То есть Вы к ней Не готовы Важно понимать К проблеме Надо быть готовым Надо ее понять Надо ее изучить Надо определиться С ней Как действовать И тогда Никакого волнения Грубо говоря Если драться Значит деретесь Если значит Не надо драться Значит вы Не деретесь И спокойно К всему этому Подходить Вот вы для себя Решили Вот так или вот так Действовать И если Пришла пора То действуйте А не волнуйтесь А как А что Так Мне 53 года Женат Есть взрослый сын Сейчас У меня Состояние апатии Лени Ничего делать Неохота Сижу дома Целыми днями В интернете Не работаю С февраля Так Смотрите Это говорит о том Что у вас отсутствует Какая-то Какая-то Мотивация У вас Отсутствует Вот Есть такое понятие Как Жажда жизни У человека Должна быть Жажда жизни Если Если есть У него Жажда жизни Улучшить Своё состояние Что-то там Такое Сделать Для себя Что-то Ещё То Места Лени Отсутствует Естественно Есть Охота Делать Что там Целыми днями Сидеть А Чужую Жизнь Чужую Жизнь Это Вообще Кошмар Живите Своей Жизнью Не надо Жить Чужой Жизнью Это Поймите То Естественно Не работаете Но Это Всё До Времени То есть Пока Есть Деньги Вы можете Что-то Копаться В интернете А потом Надо же За интернет Платить И так далее И тому подобное Вот Поэтому Вот Когда есть Желание Улучшить Своё материальное Положение Улучшить Вообще Своё Какое-то Положение Понимаете Поднять Самому Себя Глазок О А смотрите Я чего достиг И начать С маленьких Успехов Это Большого Стоит Это Поднимает Самооценку И вы тогда Лучше Действуете И в незнакомых Ситуациях И так далее И так далее И так далее И так далее Потому что у вас Нет уверенности В себе Из-за того Что вот Это вот Замкнулись И не можете Вот это вот Решить Вот эти вот Проблемы Надо Надо не бояться Надо идти И как бы сказать Вот эти различные Ситуации Которые Нас в жизни Обучают Беседуют Там с продавцами Беседуют Там грубо говоря Спрашивают У незнакомых Людей Как пройти Там Что купить Что там Стоит Ну и так далее Так далее Просто Напрасно Поздороваться С незнакомым Человеком Сделать ему Комплимент Вот раньше Это было Для меня Усилием Таким Внутренним Вот допустим Если тебе Понравилась Там Незнакомая Там Вот стоишь Ты В кофейне Там И как бы сказать Разговор какой-то Пошел И ты только раз Между делом Что-то вернешь Такое Что вот К разговору А то ты Зажался И смотришь И так сказать Как-то привлечь К себе Внимание Какая-то Зацепочка Что-то Такое Вот такой Приятный Обмен Положительной Энергии Это очень важно По здоровью У меня гнилые Зубы Гнилые Зубы Это значит О том Говорить Что имеется В организме Гноеродная Инфекция Которая По крови Уже Уже Колонизировала Ваш организм От этого От этого Вот смотрите Как бы Дальше От этого Идет то Что часть Вашей жизненной Энергии Тратится на то Чтобы ее Как-то Как-то Сдержать Уже Это приводит К тому Что Возникает Некая Пассивность Помимо того Что умена Есть Она еще Возникает От этого То есть Паразиты Как бы сказать Говорят вам Да слушай Да ты тут сиди Вот смотри А мы тебя потихонечку Будем грызть 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 А ты вот это самое И поддавайся Мы тебя сожрем И все От этого Дальше Дальше идет Понимаете Шум в голове Думаю Что паховая грыжа Более 10 лет Паховая грыжа Более 10 лет Знаете что У нас есть Так сказать Такая Как бы Ткань Соединительная ткань И если В этой Соединительной ткани Имеется Разного рода Микропаразиты И прочее Они просто Могут ее Сделать Слабой Слабой Да это вообще Слабина От того что Человек особо Не занимается Любое напряжение Здесь все там Вылазит Больше 10 лет Как он ее там Получил То есть Это все Вот когда Дряхлась Тогда Вот это все Выпирает Грыжи там Вены И прочее Прочее Плюс еще паразиты Вот это микропаразиты Они вот эту вот Сеточку Такая раз Распоточили И она такая Раз И грыжа Грубо говоря Вот так вот Вылезла Так Потливость 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 Говорит о том Что организм Переполнен Шлаками И уже Через пот Это все Пытается Вы Организм Пытается Это все Выделить наружу То есть Вы должны понимать Почему Это потливость Это потливость Именно потому Да кстати Можете там Пот понюхать И так далее И тому подобное Это потливость Как раз Организм Пытается Избавиться От всего этого Ходите В баню В баню Пошли Посмотрели Что там Что у кого Свое Показали Ну вот Я как-то Раньше Тоже Был Знаете Несколько Как бы сказать Человек Такой Неуверенный В себе Да Вот Это Поэтому Я накачался Все Вышел Глянул Все Все Никто Ничего Не скажет Так Ну ладно Ну хотелось бы Причинал Побольше Иметь Ну думаю Причинал Побольше Он должен быть Тогда Когда Когда он В деле А когда Грубо говоря Без дела Чего он По колено Будет Мотаться Поэтому Он не нужен Будем говорить Так Значит Потливость От чего В бане Парьтесь Часто Применяйте Вот этот Вот Испанский Плащ Который Вытянет Вот эту Дрянь Поголодайте Для того Чтобы избавиться От этого То есть Организм Пытается Избавиться С помощью Потливости Это вот Надо понимать Я вам Такие вещи Говорю Знаете Ну Вот То есть На Организм Подсказывает Что Нам Надо Сделать Либо Поголодать Чтоб Этого Не было Либо Испанский Плащ Либо Парная Либо Даже Знаете Вот Есть Такой Медовый Массаж Чтоб Вытянуть Эту Гадость Далее Нет Лебида А откуда Она будет Лебида Это Следствие Дальше Того Что У вас От Вашей Пассивности Нету Физической Активности Которая Стимулирует Выработку Тестостерона Активность Есть Такая На коне Так сказать Вот Далее Зашлакован Организм Вместо Того Чтобы Смотрите Половая Функция Как Только У нас Уменьшается Количество Нашей Жизненной Энергии Она Отключается Первая Первая Отключается Чтоб Вы Понимали Значит Из-за Шлаковки Организма Из-за Наличия Паразитов Из-за Отсутствия Должной Физической Активности Из-за Того Что Человек Знаете Вот Сам Умственно Себя Вот Я вас Все время Возвышаю Возвышаю Он Превращает Себя В тряпку А Разве Тряпка Там Что-то У нее Там Такое Будет У нее Никаких Ни амбиции Ни желаний Ничего Нету Ничего Нету Смотрит И интересуется Только чужой Жизнью Но нельзя Так жить Нельзя Из-за Этого Состояния Никуда Не хочется Идти И что-то Делать И что-то Делать Вот Именно И что-то Делать Вот Знаете Вот Можно Опять-таки Я вас Все время Говорю Вот вы Потихонечку Вы же были Активны Или беда У вас Была И прочее Прочее Что-то Такого Было Но вы Вместо того Чтобы Проявить свою Активность Показать себя Это очень важно Показать людям Ну какой я Понимаете Повысить самооценку А вы наоборот Себя Загнобили Вот это Очень Правильно Выражение Загнобили И поэтому Никуда не хочется Не идти Ничего не хочется Делать И ничего Естественно Не будет А помните Я Вот вам Все Привожу Цитаты Из Высказываний Великих Это Кто у нас Подзабыл Так Короче Вспомните Что я Это Сама Где-то Говорил Так вот Она сказала Если вы Хочете Иметь Что-то То Чего у вас Нету На данный момент Вы должны Поступать Так Как Вы Раньше Не поступали В жизни То есть Быть более Активным Подумать Что Чего Как Сделать Все Начинается С мыслей Что Чего Как Сделать И дальше Уже Делайте Здесь Энергетику Можно Хорошо Поднимать С помощью Дыхания По бутыльке Хотя бы Ходить Но быть Активным Контрастная Душа Ну Что Это Делает Так Конечно Все эти Годы Я не сидел Дома Хорошо Работал Чем-то Занимался Но Всегда С Этим Состоянием А Вот Это Знаете Как бы Сказать Это Есть Вот Хроническое Хроническое Состояние Вашей Душевности Вы Чем-то Вот Именно Там Глубоко У себя Унутрях Вы Больны Психически Психологически Мировоззренчески Вот Это Это Касается Практически Всех Людей Особенно Когда Вот Начинается Там Как-то Эти Самые Какая-то Там Ностальгия Еще Что-то Еще Что-то Какая-то Непруха И так Далее Человек Как-то О себя Оправдывает Или Вообще Думает Это Мне Не Дано И Прочее Прочее Вот У него Имеется Глубоко Скрыто Психическое Состояние Вот Какого-то Зажима С которым Надо Разобраться Поделать Дыхание Очищающее Полевую Форму Жизни То есть Знаете Вот Есть Такие Как бы Сознать Вещи Где Надо Сделать То-то 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 Можно Не попасть Сначала Именно В цель Вокруг 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 А потом Так Хоп Все равно В цель Попадайте И Раскрываетесь И вот На себе Чувствую Я Раскрылся Очень Хорошо И Впереди Я еще Раскрываюсь Еще Лучше Раскрывайтесь Не Позволяйте Другим Людям И Самим Себе Сидеть В коконь Не Для Этого Вам Жизнь Дана Чтоб Вы Там Знаете Тут В этом Горшке Сидели Со Своими Дерьмовыми Мыслями И Призывали Что Уже Вам Это Не Нравится Это Вам Не Нравится Так А Остальным Окружающим Окружающим Каждый Своей Заботой Значит Озабочен Ему Там Грубо Говоря Не До Вас По Стопу По Скоку Поэтому Спасение Утопающих Белорус Самих Утопающих А Встал В постели Взял Гантели И Любая Нож Обурит По Плечу Понимаете Песни Я Сколько Вам Оставил Настрою Сколько Таких Песен Таких Взбодрящих Вот этих Вот Энергию И Сейчас Я Огромное Количество Передаю Энергии Я Поднялся На Более Высокий Энергетический Уровень У меня Появились Совсем Иные Умения Которых Раньше Не было И Вы Будете Ощущать А Что Ж Вы Сидите Что Ж Вы Сидите Так Как Подстраиваться Приспосабливаться К Нему Пытался А Вот Не Надо Не Подстраиваться Не Приспосабливаться Вот Знаете Опять таки Я беру Свой Пример Я Вот В этом В своем Родном Городе Вот Я Был Как Это Само Приспособился Там На Комбинате Работать Приспособился Либо Там Тренером Работать Приспособился В школе Работать Еще Приспособился Жизнь От Нас Вообще Требует Чтоб Мы Проявили Себя Показали А Вот Я Я Не Приспособился А у меня Смотрите Ото 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 И Этого Я Всего Добился Честным Трудом И Я Вот Не Боюсь Перед Вами Вот Так Вот Буквально Таки Снять Всю Одежду И Представить Голиком Вот Вот Я Какой Смотрите Был Какой-то Замор Мне Не нравилась Фигура Мне Нравилось То Мне Нравилось Все Я Над Этим Работал 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 И Выведи Конечный Результат Не Надо Приспосабливаться Надо Развиваться И Показывать Так Ну И С возрастом С опытом Где-то Поменьше Проявлялось Оно Ну Естественно Человек Взрослеет Он Все Таки Начинает Как-то Понимать Как С этим Общаться Что Что Делать Как 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 Это Тоже Он Перерастает Те Детские Страхи Которые Как раз В кокон Посадили Ну Надо Вырваться Так А Началось Это Как Я Помню Вот Был Переезд Другой Район Другая Школа Потерял Старых Друзей Стал Домоседом Замкнутом Необщительным Ну Такое Было И Я Тоже В Шестой Школе Я Учился Первый Класс Потом Я Значит Сюда Это Самое Переехал На Площад Туда Тут Уже Другая Школа И Прочее Прочее Но Как-то Надо Знаете Быть Коммуникабельными Просто Интересоваться Просто Вот Любой Человек Как-то Если К нему Относиться Доброжелательно То Он В конце Концов Старет Хорошим Вашим Знакомым У меня Очень Много Хороших Знакомым А Если Всех Футболе Там Так Далее Ничего Не Будет Замкнутым Необщительным Ну То 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 Это Первый Видите Был Первый Так Сказать Опыт И Ну Естественно Никто Не Мог Подсказать Что Че Как Делать И Человек Стал Замкнутым Необщительным А Как Дальше Это Все Просто Напрессовалось Так Пришел Новичком Класс Там Надо Надо Мною Подшучивали Издевались Два Одноклассника А Вот Тут Надо Знаете Себя Проявлять Знаете Иногда Бывает Так Они Подшучивали Издевались И так Далее У нас В школе Вот Я вспоминаю Ну Понимаете Ну У каждого Человека Это Было Где-то В классе В пятом Или Шестом По-моему В шестом Наверное Классе Вот Я такой Небольшой Был Но Ребенок Есть Ребенок Сколько Там У меня Перешел Значит Шестой Класс А Шестого Класса Осталось Два Второгодника То есть Они уже Грубо говоря На пол головы Тебе Выше Мощнее И так далее И тому подобное Вот Ну Ну Они Они здоровее Как-то Как-то Знаете Один Залож Залож Заложили Заложили Одного Слегка Усё Усё У меня Появилась Эта Проблема Проблема И тогда Совсем По-другому Мне было Примерно 14 лет Да Проучился Три года Так Это Восьмой Девятый Десятый Класс Не мог им Противостоять Но я только что Сказал Как можно Было То есть Да Побьют Раз Другой Третий Там Побьют Но Если Вы Дадите Отпор Такой Знаете Первый Отпор Грубо говоря Руками Руками Не получилось Второй Отпор Палкой Не получилось Третий Отпор Берите Уже Кирпичи И давайте Не мог им Противостоять Конечно В одном Письме Трудно Писать Ну Ясно Потом После Школы Я пытался Искать Выход Из этого Попали В ваши Книги Целительные Силы 4 Тома Я об этом Не рассказывал Я вообще Вот Вот такие Вот вещи Как бы Довольно Такие Интимные Я вам Рассказываю Вот В первый Раз Что у У меня Было А то Некоторые Говорят Ой Ядовик Петрович А вы там Написали Книги Оказывается У вас То-то Было Оказывается У вас Были Мысли И О Самоубийстве Да у вас Все было Как Вот Грубо говоря Вот Сережа Вот Ингена То же Самое Тока Со знаком Наоборот Так Пробовал Питание Бег Ну так Надо было Бегать Я регулярно Хожу И ради Тому Что я Регулярно Хожу Регулярно Хожу Вот смотрите Вот у меня Часы Apple Watch Apple Watch Здесь значит Имеются Там разные Эти Штуки Хрюки Вот она Фитнес Программа Нажимаем Фитнес Программа Ну что Куда ты Удрала Фитнес Программа И смотрите Вот такая Штучка Есть Вызов За Декабрь Я Его Уже Получил Сегодня у нас Какой 9 декабря А я Уже Его Получил За сегодня Значит Подвижность Упражнение И так далее Вот она Я проходил 34 минуты Для того Чтобы закрыть Вот этот Желтый Кружок И вот так Я поступаю Вот так Я поступаю Поступаю Я так Ёма Ты Ёса Где тут у нас На что тут нажать Надо Тренировки А показать Еще Вот Смотрите Вот они Мои Вот это Вот Ходьба Вот я Ходил Так Теперь Если смотрите По месяцам Вот За декабрь Я прошел Тренировка Вот За За ноябрь Вот За Октябрь И Тренировки Видите Что говорит О том Что регулярно Если вы что-то регулярно делали И Очень важно Чтобы вы Когда делаете Вы Сами себя Хвалили Ах какой я молодец Вот несмотря на то что Времени не было Я раньше встал Или позже лег Но я прошел Эти Там Два километра Чтобы заработать Вот это вот Закрыть это кольцо Питание В питании Вы должны Чувствовать Насколько Оно вам полезно То что вы едите И насколько Бывают Продукты Вредные И вот это все Отбрасывайте Я Не хочу сказать Что я там строго Чего-то Придерживаюсь Но я То что Явно мне вредит Я не ем Вот это Самое главное Потому что Если действительно Так все В питании Там соблюдать Это можно Очень сильно Заморочиться А зачем нам Заморачиваться Нам важно Себя чувствовать Хорошо Так К четвертому Тому Подошел Уже позднее Пробовал Дианетику Так Отечения полевой Формы жизни Так вот Надо ее было Пройти Да и все Вот я ее прошел И повторно Когда я начал Дышать Я особо Зажимом Не ощущаю Вначале Конечно Они там Появлялись То есть То что было Я курс Сделал Там Грубо говоря Там Месяца два Наверное Я усиленно Дышал Дышу Ничего Нету Ну нету Ладно Через Грубо говоря Два месяца Я еще Попробовал Подышать Ага Что-то там Появилось Я продышал Это ушло Больше нету Еще разок Попробовал И вижу Это мне не надо То есть Я это Прошел Как раз Очищение Полевой формы Жизни Которая Позволит Вам Вытянуть Вот те Эмоциональные Колы Которые Вы приобрели Вот тогда Вот Аж В школе Но что-то Не получилось Нетерпения Как нетерпения Вот тут-то Знаете Нету Терпения Или есть Терпение Здесь Важно Ну Будем говорить Чтобы вы Задали Какую-то Себе Цель И Достигли Конкретного Результата Вот я Чем-то Как начал Заниматься Я им Занимаюсь Будем говорить Вот если Тяжелой Атлетикой Я занимался Я где-то Прозанимался Лет 8 Довольно-таки Активно Если я начал Заниматься Голоданием 15 лет От Первого дня До 40 суток Я прошел Я знаю Это дело Если То То Если я сейчас Занимаюсь Вот Развитием Своей Энергетики С помощью Тренажера Сергея Прокопича Кривых Я уже Два года Сколько там 9 месяцев Где-то Уже Занимаюсь И чувствую Результаты Я чувствую Результаты Я никогда не был Такой энергетически Активный Как сейчас То есть Важно Не пробовать А Заниматься Нет терпения Ну Нет Образного Мышления Но Образного Мышления Это все И у меня особо Образного Мышления Нет Но Вы знаете Вот вы Ежедневно Раз что-то Делаете 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 И делаете Ежедневно И глядите Оно у вас Получается Вот как там Стихи Сочинять Начать С двух Стиш А потом У вас И выйдет Красивый Стих Ну Всего Надо Начинать Закрывая Глаза И темнота Ничего Не могу Представить Но Ничего Ничего Не можете Представить Это Не важно Что вы Еще Ничего Не можете Представить Рисуйте Пишите Потом Глаза Закрывайте Что Вы там Нарисовали Представляете То есть Я например Вот Особо Вот этим Представлением Не занимаюсь Но Я сейчас Занимаюсь Вот этими Развитием Своих Так сказать Энергетических Вещей Я Не просто Знаете Получилось У меня Допустим Сегодня Это Представить Но Получилось Этим Поуправлять И Такой Результат Был Знаете Если Я раньше Там 900 Килограмм Поднимал Грубо говоря Как Мама Говорила Из попы Луковица Лезла А теперь Совсем И лицо Не Не Это Самое Не покраснело Так, Геннадий Петрович, прошу вас Как светоча народной медицины и здорового образа жизни Правильно сказали, вот это вот правильно Видите, как я сам себя поднял А за счет чего я поднял Вот буквально таки вчера я выложил видос Когда там профессор что-то там рассказывает и так далее И я на основании этого, так сказать, рассказа Противопоставил, можно сказать, свой рассказ И вы можете сравнить, что официальная медицина вам советует Одно там лечит, лечит, лечит и будет лечить И что, допустим, на основе тех же научных данных я вам советую То есть это все было, возьмите, возьмите их и используйте Так, ваши подсказки и наставления, как уйти из этого состояния С уважением, Сергей Ну вот примерно я вам рассказал, что, что и как И побежал смотреть ходбол То есть надо немножечко отвлекаться Но вы чувствуете, насколько разительно стала у меня энергетика Легко знакомлюсь с разного рода людьми Даже с супругой У нас, знаете, были хорошие отношения А это еще улучшились Углыбились и уроднились Ну и со всеми вами я вот общаюсь Я веду себя искренне Не пытаюсь что-то там с вас сорвать И так далее, и так далее А вот за это вы мне столько заплатите А за это столько Надо будет Значит, вы проявите свою благотворительность Так вот немножечко поговорим о благотворительности Все люди во все времена поддерживали добрые, хорошие начинания И если вы чувствуете, что моя работа приносит пользу Проявите свою благотворительность На развитие вот этого дела Которое помогает Потому что о здоровом образе жизни Настоящем, таком Каким он должен быть Без разного рода пилюлики Прочих, прочих Никто не говорит Только здесь, на канале Об этом полноценно Во всем объеме и углубленно рассказывается Проявляйте свою благотворительность Щедрость Какую вы можете сделать С уважением и пожеланием Доброго здоровья Есть особый день в году Наступает темноту Новым годом он зовется И для всех людей дается Шелестят конфет, отвертки Там, как мандарин стоит И наряженная елка Огоньками нас манит Веселись, веселись, веселись Наступает, наступает Новый, Новый год Он врача нам несет Он в танке раздает Радость и любовь ждет Это-то Новый, Новый год Снова детство к нам вернулось Волшебла мы жадно ждем И почек, а не покалом Хоть и счастье в каждый дом Веселись, веселись, веселись Наступает, наступает Новый, Новый год Он врача нам несет Он в танке раздает Радость и любовь ждет Это-то Новый, Новый год Так и спи, дружок сердечный Наливай бакал с карди Загадай свое желание И под звонку Ром-попе Ай! Веселись, веселись, веселись Наступает, наступает Новый, Новый год Наступает, наступает Субтитры сделал DimaTorzok